всем при дорогие друзья с вами я александр михаленко сегодня мы снова в коктебеле знаете много комментариев встречал под своими видеороликами про мыс хамелеон все писали александр покажи что случилось с хамелеоном после мега шторма в крыму сегодня мы отправимся на мыс хамелеон и посмотрим что с ним случилось либо не случилось после этого мега шторма который был в крыму после мыса хамелеон у меня сегодня еще запланирована встреча в коктебеле с общественником который посмотрел предыдущий мой видеоролик про набережную коктебеля он сказал что не все там так гладко там много каких-то проблем по застройке по самой реконструкции набережной в общем сегодня его тоже выслушаем что он нам интересного расскажет вас прошу поддержать видеоролик своим большим пальцем вверх написать свой комментарий ну а мы с вами начинаем погнали погодка сегодня такая мрачновато я но еще может распогодится посмотрите друзья на море сегодня просто идеальный штиль волнит у море спокойное как зеркало впереди на фоне у нас вулкан кородак я вот на днях хочу записаться на экскурсию там экскурсия проходит только тогда когда наберутся люди а сейчас зимой кто в такие экскурсии ходит очень мало людей поэтому нужно как-то нам собраться и сходить туда так обратите внимание здесь на цвет море море ну просто сегодня шикарное возможно даже с вами искупаемся в тихой бухте если там такое же будет спокойное чистое море на днях обещают у нас тоже сильный шторм но не верится что через пару дней будет друзья сильный шторм в крыму на море именно вон он мы из хамелеон у нас отсюда уже виднеется в принципе отсюда вот вижу кажется что вообще никак не изменился но подойдем поближе уже более детально рассмотрим найти бы старые фотографии реально и сравнить их какой он был и какой он сейчас возможно я так и сделаю возьмем старую фотографию из интернета и вот сегодня сфотографирую посмотрим на его рельеф изменился он или нет будет наверное интересное такое сравнение так но посмотрите туда вдаль там в море судя по всему идет дождик он такие тучи дождливые прям ну погодка сегодня класс такое спокойное море я уже давненько не наблюдал тишина спокойствие красота вот такой он крым в межсезонье обожаю зимний крым потому что немного людей ты ходишь наслаждаешься природой и просто отдыхаешь душой прогуливаясь по берегу вот как это девушка видите идет собачка и гуляет красота же так ну а у нас путь ведет до мыса хамелеон но по пути еще друзья буду показывать вам различные ракурсы там он в море что ты не знаю то ли там скалы в море то ли там лодка с рыбаками сегодня кстати и на пляже вот здесь много рыбаков сидят с удочками но я спросил сказали что пока еще ничего не клюет только приехали на обратном пути будем идти поинтересуемся что они там выловили их договорюсь чтобы они показали нам свой улов если он вообще будет внизу вот здесь находится летом точнее находится нудистский городок и тут палатки ставят и здесь в основном отдыхают в этом месте нудисты которые приезжают сюда как теперь так очень бы хотелось мне еще сходить до золотых ворот на корабле но кораблики зимой тоже сейчас как мы видим не ходят по морю золотым воротам и может быть на сапборде нам отправиться золотым воротам но это точно не сегодня уже вот если завтра будет такое же спокойное море я друзья наверное все таки рискну и на сапборде схожу до золотых ворот только из курортного будем выдвигаться туда ближе грести единственное что вода холодная и мне придется в шортах футболки грести чтоб не в одежде но будет холодно я думаю ну посмотрим ладно друзья дальше пройдемся там уже включусь но все я уже дошел до смотровой площадки поднимаемся и сейчас не и откроется вид на мыс хамелеон смотри какое небо тоже красивая нужно фоточек часто отсюда тоже наделать и вот он друзья мыс хамелеон исчезающая достопримечательность к сожалению самый состоит из глиняного сланца это несколько это ну по сути обычная земля вот когда сильная шторма они его подмывают вот так и потом с годами он обрушается к сожалению когда-нибудь он исчезнет и уже будет только у нас на видео и на фотографиях но мы скорее всего до этого времени не доживем вот про 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 внуки уже может только на фоток наверно будет смотреть его ну и вот с этой стороны со стороны коктебеля получается эта бухта называется мертвая а за ней уже идет тихая бухта туда мы сегодня тоже сходим так ну что друзья я предлагаю сейчас сделать мне фотографии как хамелеон выглядит сейчас и найти старую фотографию чтоб можно было сравнить рельеф возможно вообще не изменился этот рельеф может изменился но дать на обрывчик стану смотри какой тут обрыв тоже страшноватый ну конечно очень красивая такая погода прямо здесь шикарная но уже поднимается ветерок уже не ведь небольшая рябь по морю пошла но все равно вода такого прямо лазурного цвета представьте что это еще даже солнце у нас не выше когда солнце посветит она вообще будет такого максимально лазурного цвета так ну что сейчас на экране у вас появится фотография одна старая другая сегодняшняя которую я сделал жду ваши комментарии напишите изменился ли рельеф мыса хамелеон потому что я еще сам не знаю вот на фотографиях с вами вместе будем сравнивать так только детально там все рассмотрите и напишите так высоком давайте 10 секунд либо на паузу давайте так на паузу видео поставить и друзья посмотрите эти фотографии сделайте сравнение и уже напишите мне здесь в комментариях так ну что надеюсь вы там все рассмотрели но мы пойдем подойдем еще поближе к миллиону сейчас поднимемся на него до конца не знаю буду доходить или нет посмотрим что там вообще наверху но еще можно вот так по берегу обойти вокруг хамелеона возле моря и сейчас тоже хочу так немного пройтись потому что ни разу не ходил и посмотреть что там вообще будет интересного с первого взгляда я вот смотрю мне катя что вообще ничего не изменилось такой же рельеф который я видел и раньше но надеюсь уже там по сравнивали все потому что я еще не видел фотографии до и после пока только вот так идем смотрим глазами но вот в этой части что-то похожее на оползень есть и внизу он там тоже лежит грунт а туда нам не дайте потому что видите море прям до хамелеона подходит придется плыть либо идти там губина принципе небольшая но зимой этого делать не хочется так вот еще одна тоже прекрасная смотровая площадка на что не обрушилась видите какая вот такой грунт здесь идет передаю подо мной уже возможно пустота ой ворона вылетела так на край ни в коем случае не становитесь потому что все это обрушается так ну и вот он друзьям из хамелеон сейчас еще зайдем на него оттуда виды вам покажу и потом отправимся в тихую бухту он он вулкан города конечно красив любую погоду я очень же хочу пройтись на пешей экскурсии по вулкану главное чтоб собралась группа потому что без группы туда не попасть к сожалению так ну смотрите волны начинают появляться из-за ветра реально на днях будет шторм но бы прогнозу на днях шторм на море будет поэтому ждите скоро ролик со штормом опять выйдет откуда поехали где будет максимальная . я пока еще не знаю но обязательно для вас это все сниму и покажу но все мы уже вплотную практически добрались до хамелеона ну и кстати видите небо расходится уже солнце пробивается по чуть-чуть это хорошо возможно солнце сейчас полностью выйдет и подсветит нам всю долину так сказать кимерию волошина вот эти все холмы красивые но мы сейчас будем сначала поднимемся на вот эту горку на вершину и потом уже на хамелеон пойдем в этом месте как видим обрушение были но это еще насколько я помню старое обрушение здесь тоже видите идет такая трещина и вот этот грунт скоро упадет туда вниз при моей памяти вот эти блоки они продолжались аж да вот сюда вот еще два блока стояла но я только застал один который стоял на самом деле их два которые уже обрушились и лежат вон там снизу один в море один вот здесь вот он его видно хорошо в этом грунте ну и вот видно это оползни именно были потому что после дождей после таких обильных осадков грунт все это впитывает себя размякает и потом происходят такие вот оползни здесь уже начинается территория тихой бухты прекрасное место для отдыха там есть беседки шикарный песчаный пляж обожаю это местечко так ну пойдемте вверх так ну по краю здесь ходить вообще точно сегодня не будем грунт очень реально мягкий смотрите вот просто нога проваливается ну и в море видите вот такая муть от этого грунта в общем близко к краю если будете здесь не подходите потому что обвал точно здесь может быть я кстати ставлю старые старые кадры кто-то успел заснять этот обвал в интернете находилась и найду этот ролик и сейчас он у вас прям будет вот на экране как здесь обвалился грунт но это летом было когда люди здесь отдыхали слава богу что под хамелеоном в тот момент не было людей так были бы печальные последствия так так хочется по краешку пройтись но это прям очень рискованной страшно здесь прям уже реально пустота наступишь вот на такой кусочек и все упадешь также выходит солнце посмотрите на цвет море море такого красивого цвета эта гора которая сейчас центре кадры это горах волошина именно там расположена его могила каждый кто туда идет несет камешек с моря ему на могилу ну ждем весны скоро здесь отцветут все вот эти вот полевые цветы подснежники будут также дикие тюльпаны вся травка станет зеленой но я думаю что уже совсем скоро что у нас февраль месяц на дворе совсем скоро до весны миндаль расцветет скорее бы уже весна так но он вдалеке открывается вид на поселок орджоникидзе на пятый мыс джанку таран вот эта гора вот это называется джанку таран и мы с которой максимально выходит в море называется пятый мыс он очень живописный я там однажды летала на квадрокоптере когда еще можно было летать кадры но просто какие-то нереальные получаются дальше идет орджоникидзе и вон мы ский котлом а тоже довольно таки живописный мыс там на нем еще маяк находится но я и вам тоже показывал весной к там травка зеленая была так мы по чуть-чуть поднимаемся вот такой прекрасный вид места конечно шикарные да здесь нет такой растительности как на южном берегу крыма там сосны и кипарисы здесь просто вот такие холмы и в этом есть прелесть как ты беля называется место кимерия волошина но пока вы сами не пройдете здесь не почувствуете атмосферу этих мест вы не поймете через видео поэтому обязательно посетите вот я рекомендую весной здесь побывать и вы точно влюбитесь в это местечко сходите вот от мыса хамелеон просто на вот эту горку на джанку таран и все это место навсегда останется в вашем сердце поверьте взгляните на мертвую бухту друзья насколько сейчас красивое море прям цвет такой нереальный он я иду и самого коктебеля пешочком кажется далеко на на самом деле время проходит очень быстро так давай солнышко подсвети нам еще сильнее вон вулкан кородак и вот такой необычный ракурс на мыс хамелеон кстати сюда не поднимался вроде бы никогда не снимала с этого ракурса его вот так друзья отсюда выглядит мыс хамелеон ну да там он видно грунт лежит прямо в море выходит там добыл о ползе небольшой вот такая красота сейчас мы на него тоже полезем давайте вид в эту сторону еще покажу вот она тихая бухта видите там стоят такие беседки летом они сдаются цена там адекватная 500 рублей если не ошибаюсь целый день можно арендовать их но там и мангальная зона есть и переодевалки но в общем сделали такую хорошую можно сказать экологическую зону для отдыха на машинах туда ездить запрещается нам один раз запретили проехать только нужно получается оплачивать беседку тогда разрешают проехать на машине но только для того чтобы выгрузить свои вещи вообще машины все остается вот здесь на парковке но я считаю это правильно чтобы все на машине не заезжать не убивать все это дикую природу крыма так ну джанку таран друзья сейчас так красиво выглядит я сейчас на телефон вам приближу вы посмотрите на это вот она друзья гора джанку таран с ее неповторимым рельефом как же красиво он 5 мыс он обженникидзе вдалеке и мы скик отла отлома или отлома как правильно ударение не знаю шикарные места так солнце выходит давай подсвети нам тоже горку немного и видите вон там самом конце где уже начинается подъем на эту гору джанку таран там друзья ну просто идеальный пляж там песочек мы сейчас туда тоже после хамелеона отправимся и скорее всего я там нырну хочу очень окунуться в такое море там ведь она спокойная песчаный пляжик потрясающее место вот если приехали на отдых в коктебель то не поленитесь либо на машине сюда приезжайте либо пешочком ходите сюда на воды здесь чистейшее море песчаные пляжи ну просто райские места рекомендую ну и те кто я уже много лет сюда приезжают скорее всего туда и ездят отдыхать на тот пляжик именно на крайней но вот все эти холмы сейчас они выглядят серо но весной все они становятся зелеными живописными естественно я вам все это буду показывать если вдруг впервые смотрите мои видеоролики то подпишитесь на канал чтобы не пропускать красоты крыма вот она гора волошина кстати друзья сейчас на машине по этой дороге не проехать там вот эта глина на тоже вся влажная машина короче вот по затерке так называемые не проедут мы не смогли тут нужен джип либо него вот такое что-нибудь тогда вы доедете поэтому если запланировали поездку на мыс хамелеон либо в тихую бухту то смотрите погоду что все было сухо после дождя сюда лучше не соваться вот такие скалы тоже очень красиво смотрятся и вон сам уже как ты бель начинается посмотрите какие за ним тоже горы за как ты белья где-то там старый крым за ними должен быть красота что здесь сказать там вот видите в горах лежит снег это гора очки дак и вот мы там проезжали через перевал там еще снежок лежит до сих пор на вершине так эта скала называется серию кая в переводе означает скала пила и святая гора вот она она уже находится на территории заповедника там на вершине могила чья-то я не знаю чай там вроде быть до сих пор никто не знает чья на то много различных версий так чертов палец хорошо вот просматривается ну естественно сам городок вот такой он вулкан древний в крыму но часть вулкана сам кратер он огромнейший и большая его часть находится под водой но все я уже стою на мысе хамелеон посмотрите друзья вниз какое красивое море и то есть тихая бухта вот она во всей своей красоте так были мы только что на вот этой горке ведь с нее показывал вам это мертвая бухта но тоже очень красивая вот так выглядит ну и мы с хамелеон вот он в принципе я здесь не вижу пока никаких изменений друзья вроде бы все так как и было раньше что скажете пока ничего здесь не изменилось ладно пойдемте туда до края дойдем еще немного и уже там посмотрим тоже что с той стороны творится ну что друзья топаем по хамелеону здесь конечно пока еще дорожка довольно таки широкая но сейчас она сузится постепенно многие уже даже до этого места дойти не могут ну потому что люди уже могут быть возрасте гола кружится либо боязнь высоты и кстати тоже боюсь высоты если честно но все равно почему-то всегда лезут какие-то места так но вот этот участок довольно таки самый узкий но туристы обычно сюда еще доходят вот он видит с двух сторон обрывы конечно в эту сторону падать прям очень высоко и резкий обрыв но в эту пологий можно зацепиться схватиться далеко не упасть так аккуратненько видите земля уже такая потресканная прям как реально кожа какого-то хамелеона либо динозавра ой вот видите какой здесь хрупкий грунт он просто рассыпается и сыпется вот так вниз все на край наступать так ну после дождя сюда тоже лучше не ходить потому что здесь все скользко будет эта глина на скользкая и опасно здесь будет пройтись ну в принципе все сложный участок прошли туристический так называемый я до конца хамелеона доходил всего два раза за все время прям до самого конца ой собачка тут спит лежит я испугался людей нет а собака сидит ты чья пес ты чей не бойся блин он не бешеный потому что с глазами что-то не так вроде бы я знаю что у бешеных собак глаза такие как будто в пленке в белой нет я тебя лучше обойду надеюсь на меня не накинешься он так все смотрит друзья мне вроде лежит может и не бешеный какой-то странный пес так ну здесь как видите вот такие трещины на хамелеоне пошли не знаю расширились они или нет после моего последнего приезда сюда но как по мне вроде бы расширились и прилично так включайте старое видео посмотрите вот здесь вообще вроде бы трещин на этом месте не было здесь был ровный такой грунт а сейчас ведь такая ямка образовалась так но я туда даже становиться боюсь дальше ю мои друзья что там видно нет ну после дождей тут конечно страшно вообще ходить и куда-то наступать смотрите раньше я проходил вот по вот этой тропки аж туда до конца сейчас это сделать не реально реально конечно но есть возможность обвала этого грунта поэтому сегодня я рисковать не буду давайте когда все подсохнет когда здесь вот эта глина она скрепится будет приблизительно как цемент не хрупкая вот тогда мы с вами пойдем до конца но сейчас рисковать так не хочется тем более море холодная зимняя в море падать в такое тоже в одежде не прикольно будет но в общем как изменился хамелеон или нет что скажете но вот этой прям трещины которые до сюда доходил я честно скажу не помню вот этого вот вот этой ямы но это нужно смотреть старые ролики и сравнивать уже старыми кадрами так ну что хамелеон посмотрели я наверное предлагаю на вернуться обратно и пойти уже в тихую бухту вот как солнышко светит как красиво вот видите грунт который вода тут кому-то это грунт который осыпается с хамелеона за счет этого вода такая мутная так сейчас даже волны особо никакой нет на море штиль и все равно вот такая муть идет началась исчезающая достопримечательность крыма и вот такой давайте панорамный вам вид на все эти места интересно чья собачка возможно это охранника тут же охрана чего в тихой бухте есть охраняет вот эти вот беседки возможно это собачка именно охраны сюда прибежала но без человека странно конечно что она залезла прямо на хамелеон и легла отдыхать может что-то свалился на эти вниз глянем никого там нету но не друзья я не вижу там людей снизу никого но не знаю странно увидеть собачку так ну возвращаемся обратно ведь этот легона солнце лежит вот такая трещина как по мне больше стало не знаю может и просто моего воображения собачка идем обратно идем идем что здесь одна сидишь еще собак боюсь пойдем идем пойдем 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 вообще не реагирует никак пойдем идем так же у меня еда вроде бы было в рюкзаке сейчас ей дам еды я вот только не знаю ей можно такое или нет и здесь на пробу купил несколько осьминожков но они очень вкусные вот не знаю к собаки на что-то и на все друзья все равно даже осьминожков не ест но другого у меня ничего нет к сожалению не могу тебе больше ничего дать идем кушай ну не что-то с ногами там еще смотри какие ноги непонятные лапы поцарапанные что ли пойдем ну не знаю друзья что-то она слишком грустная сидит здесь так только не прыгай на меня хорошо идем пойдем пойдем в общем есть она не хочет идти не хочет не знаю хозяин если ты видишь этот ролик приходи за своей собачкой странная собачка идти никуда не хочет но у нее видимо что-то друзья с лапами не знаю там такие как царапина что ли можно с собакой подралась другой ученой сюда прям пришла на хамелеон я вообще без понятия как она вообще сюда могла добраться прям видите на самый край туда села ну не знаю что тут поделать мы перемещаемся уже в тихую бухту возвращаемся обратно по этой тропинке довольно таких опасность вот таким обрывом и сейчас хочу прям окунуться в это зимнее море вода сегодня чистейшая прозрачная грех будет не искупаться вода за тропинка прям реально узенькая но сегодня хоть погода хорошая нет ветра обычно когда я на хамелеоне дует какой-то сильный ветер что даже вот так идти просто страшно ой друзья вот вот такие камешки как я снимал кто смотрел ролик века помните и фотки еще публикал с хамелеона что когда проходил тот опасный участок там были какие-то необычные камни вот здесь что-то похоже на такие на такие кристаллы так ну все дальше уже обычная дорожка идет ну а друзья включу сюжет когда буду спускаться идти по пляжу вот мы уже спустились хамелеона и сейчас будем спускаться на пляж тихой бухты пляжи друзья здесь хорошие будет видите тоже грунт размылок и трещины пошли вот здесь летом под этим местом тоже лучше не отдыхайте снизу потому что в этом году я видел там люди отдыхали вы видите что сверху творится это же может все обрушиться в любой просто момент и такие трещины тут несколько тонн грунта если на вас упадет это печально будет поэтому отдыхайте вон там где нет никаких скалы у таких обрывистых мест там тоже пляж шикарный вообще рекомендуете прям вон туда даже за вот эту горку вот там небольшой пляжик он просто самый лучший самый идеальный ну как по мне из этих всех мест я бы вот там бы отдыхал там песочек но если его штормом конечно не смыл этим мега штормом который был песочек там ну просто шикарен и и вот сейчас мы постараемся дойти туда и уж там нырнуть вот для появились первые люди какие-то два человека тоже туристы видимо пешочком из коктебеля сюда пришли прогуляться подышать этим морским воздухом но что дома сидеть вообще не интересно как можно сидеть дома если ты живешь в крыму так что здесь за дыра ну вон видно тоже видите вон упал кусок вон оползень был здесь прям вот еще видны эти оползни морем их не посмывала он заверите грунт снизу лежит так ну и все дошли мы до территории тихой бухты так давайте сюда в эту сторону тоже глянем он мыс хамелеон были только что там на вершине вот такой здесь пляжик все отсюда начинается шикарный пляж но здесь видите камни какие-то вымыло пойдем дальше до песка бы для дойдем он конечно сохранился да друзья здесь тоже шторм жестко посмывала помните здесь были лесенки то который велик морю все это штормом прям жестко смыло сама эта платформа нагнулась грунт из-под нее просто вынулся видите последствия мега шторма здесь она в этой части вообще висит да здесь тоже волны были приличные судя по всему ну и вот сейчас покажу вам тоже участок возле берега который также пострадал ведь такое размытие было пляж вообще мне как он уменьшился в несколько метров точно посмотри какой он узкий стал тут пляж прям широченный был ну возможно к лету еще все вернется здесь тоже видите сколько гальки сюда вымала здесь раньше в основном песочек был ну и вот видите какие участки какие кусочки попадали отсюда сверху это все из-за шторма такие глыбы земли здесь видно прям вот свежие обвалы этого грунта скорее всего мыска миллион изменился но фоточки вы уже видели да здесь мы с вами еще не проходили после штормов после этих здравствуйте а пляж тут шире же был ли вы не знаете такой же было ну да ладно ну вот здесь спасибо как водичка холодная хочу нырнуть плюс 9 где-то говорит женщина тут лесенка даже забор обвалился представляете он был вот здесь сколько грунта смыло интересно потому что забор стали там где-то метр от обрыва он стоял а сейчас вот он забор висит реально да здесь конечно кусочек море хороший съела но здесь песочек женщина горит пляж приблизительно такой же был но я помню что он точно не такой же был он вот лесенка по лестнице можно померить какой он был лестница мне старый видео где схожу если я вдруг найду это видео я ставлю этот кусочек сюда вот именно с этой лестницей друзья и посмотрим ширину пляжа но мне кажется что он шире был так но здесь тоже ограждение видите подмыло все это ограждение просто сейчас получается висит некоторых участках так интересно что там с моим пляжем с дальним надеюсь он не пострадал может весь песочек на него перекинула в принципе там же смотрите этот краз мы защищает получается и песок должна весь туда смыть но это по идее либо он в море ушел либо туда под гору ну да лето еще далеко еще будут шторма поэтому все еще вернется на свои места это природа так очищается так и в конце я вижу он тоже два человека гуляют по берегу идут в нашу сторону так вот здесь какая-то конструкция лежит куда на это тоже ступеньки да это тоже ступеньки друзья их тоже откуда-то тут смыло так они сейчас просто валяются здесь так но здесь ширина пляжа уже такая же приблизительно как и было вот эти камни такого красного прям цвета оранжевый коричневый красный покажу вам но это после вулканических действий они стали такого цвета вот смотрите очень необычно видеть на пляже вот такие камешки галька витя обточенная прям такого вот бывает даже красные вот цвет такой приятной конечно если бы она измельчилась была поменьше весь пляж вы вот такого цвета галичный было бы прикольно но здесь немного таких камней встречается весь пляж они точно не смогут покрыть вот друзья смотрите эти такие обожженные как будто красный кирпич в печи обжигают там такой по такого же цвета получается ох я шторм волны доходили аж до сюда неужели потому что вот эта беседка вообще перевернутая скорее всего да волны аж вот сюда друзья доходили но видите место отдыха тоже немного пострадала здесь чуть ближе зайдем ну да смотрите той гальки тоже не было ее всю шторм сюда принес но работники как видим уже начинают уборку видите сколько мусора уже в пакетах собрали отсюда ну и к лету будут естественно все это друзья восстанавливать все эти места но таких штормов никто не застрахован вот видите здесь прям вообще это жестко смыло ну здесь слава богу что не какие-то капитальные строения здесь просто дерево настояло вот на земле все поэтому их и посмотрела дерево восстановить легко будет таких же беседок поставят да и все поэтому не страшно так ну здесь тоже видите море скорее всего же до сюда мне кажется было потому что здесь тоже вот она галька нанесенная все это доски сюда все смыло беседки некоторые по переворачивала ну вот такой шторм был у нас так дерево это повалило дерево это точно раньше стояла сейчас видите вот корни у него вымала а я помню тут люди палатки ставили в теньке отдыхали под этим деревом я и сам так хотел один раз сделать но в этом году непонятно выживет она не выживет в принципе корни уходят в землю может и выживет буду так боком теперь расти но посмотрим жаль конечно вон еще одно дерево с корнем вымала да вот такие тут были последствия после шторма но все же места здесь прекрасные вот друзья посмотрите на джанку таран какие красивые рельефы здесь какие-то инопланетные что ли потрясающее место так ну пойдемте поближе туда горе он видите где скалы начинаются мы приблизительно возле них и нырнем сейчас фантастика вот такой дикий крым прекрасен ну и стоит заметить друзья что тут пляж песчаный стал намного шире посмотрите сколько здесь песочка поэтому видите от хамелеона идите в сторону арджоникидзе и вы попадете на такой шикарный пляж вот но мы пойдем аж самый конец там хочу уже искупаться до пляж в этой части стал намного лучше весь песочек перешел друзья в эти места я так вам скажу и знаете вот идут здесь по дикой этой природе ощущаю себя вообще на какой-то другой планете как будто мы исследуем другую планету вместе с вами такие чувства необычные но невозможно камерой передать когда ты видишь вот эти все красоты море такой вот дикий берег такие пляжи вот ради этого стоит побывать в крыму зимой когда нет людей и кажется что ты вообще единственный человек в крыму вроде здесь гуляешься смотришь обожаю это время года но мы уже почти подошли вот за вот этой горкой будет пляже где мы с вами сейчас и окунемся в море в принципе можно и здесь тоже пляж шикарно сейчас посмотрим что с той стороны и уже выберем где будем окунаться но места сказочно здесь нужно снимать фильмы раньше здесь снимали фильмы в этих местах сейчас почему-то ничего здесь не снимается и места прям уникальные вот тоже огромный камень такого прям темного цвета темно-бордовый тоже видимо после действий вулкана обгоревший смотрите какой цвет у него бордовый бордово темный море шикарное он мыс хамелеон за ним идет вулкан кородак и в конце вон там вдалеке еще виднеется мы с толстой это уже бугас там расположен как друзья ну пляже вот эти прям стали шикарными намного лучше чем были в прошлом году когда мы здесь гуляли весь песочек теперь именно на этих пляжах для песочек такой шикарный поэтому будьте в коктебеле заезжайте в тихую бухту идите прям вот сюда до конца и здесь уже ныряйте так ну здесь прям под самой горой тоже прям так жестко подмыло ее смотрите как все вымыло вот видите берег вот так подмывается с годами потом вот эта часть обрушается так и на хамелеоне все происходит да ну шторм был серьезный судя по всему здесь реально так все вымыло потому что вот этого вообще не будешь вот так гора была на соприкасалась землей с побережьем а сейчас вот смотрите что и так я боюсь подходить конечно близко вот как вы мало еще камни они вот такие расслаиваются тонкие острые как ножи с такой упадет сразу порежет так ну и здесь за поворотиком уже где-то должен быть мой пляж любимый так но здесь видите море прям совсем горе уже подходит такого здесь тоже не было здесь тоже видимо посмывала все так давайте в эту сторону еще разочек заглянем вот такие ракурсы теперь в этом участке хорошо прям видно этот оползень вот друзья вот этот кусочек время шторма обвалился вниз даже вот еще видите свежие такие камешки лежат который море не смыло вот они там горка этих камней остальное все забрало море но вот ты добрался и до своего пляжа он кстати тоже уменьшился немного ведь здесь гальку мелкую нанесло но он такой дикий друзья необычный атмосфера здесь непередаваемая царит эти дерево штормом на пляж выбросила как будто в каком-то затерянном месте находимся с вами так ну давайте где-то возле деревца и нора и искупая здесь и дальше еще немного пройду тут вот песочек сверху чуть ближе к морю уже галька там где проходил там везде этот песочек шикарный был так но я хочу такую фоточку себе сделать с этим деревом и опубликую ее у себя в группе и в телеграм-канале поэтому подпишитесь на мой телеграм-канал друзья ссылочка будет в описании под этим видеороликом и в закрепленном комментарии так ну вроде фоточка готова хоть еще вот такой ракурс выберем ну что друзья я предлагаю не терять много времени а взять и окунуться в этом месте в этом диком потрясающее местечко такой шикарный весь пляж такая атмосфера здесь но как думаете сколько вода градусов я к сожалению вроде бы без термометра но еще посмотрю в рюкзаке может он у меня в рюкзаке лежит если лежит то замерить температуру моря но грех не искупаться здесь на этом пляже посмотрите что здесь вокруг какие красоты и холмы песочек всякие обожаю так ну что если еще вдруг не поставили друзья свой большой палец вверх под роликом время это сделать прямо сейчас не жалейте лайки не знаю почему людям прям ленятся нажать на эту кнопку это одна секунда времени поэтому потратьте эту секунду поставьте лайк ну а мы идем с вами окунаться черном море ну что друзья я полностью готов быстренько окунуться в этом прекраснейшем месте ну что термометра к сожалению нет у меня чтобы измерить температуру воды но градусов 9 10 она уже точно есть поэтому пойдемте нырять ой-ой-ой-ой по ощущениям как в озере было далеко заходить не буду чтобы судорога не схватила или вообще не нырять нет быстренько давайте быстро окунемся на фоне вот этих гор живописных все друзья я ныряю здесь и выхожу но мы это сделали купальный сезон в крыму открыт 2024 так все александр ты можешь ныряй ныряем самое сложное это вот первый раз окунуться с головой потом уже не так холодно становится но все равно вода почему-то холодная очень мне кажется вот я купался в озере не такая холодная даже было как сейчас здесь не знаю почему так вроде до улицы солнечно и тепло но это все обман друзья вода ледяная ну что показал вам красоты природы коктебель и кемерию волошина вот эти живописные места этот пляж теперь друзья отправляемся в коктебель на встречу с общественником посмотрим что нам там расскажет всю подноготную по реконструкции набережной в общем сейчас мы с вами узнаем всю правду и потом отправимся после встречи в поселок орджоникидзе посмотрим на пляж там все погнали греться одеваться и ехать на встречу поднялся немного на горку чтобы показать вам вид сверху вот на этом пляже я купался только что так ну давайте в эту сторону глянем вот друзья это все тихая бухта вот он мыс хамелеон кородак видится такой тоже прикольный будто с высоты птичьего полета хотя сама горка вообще невысокая но ракурс красивый ой машина вон поехали было бы здорово если мне кто-нибудь на машине подкинул до коктебеля но скорее всего придется пешочком идти но ничего пройдемся не впервой да друзья потрясающее место кстати никогда ракурс этой горки почему-то не снимал не поднимались мы сюда посмотрите как красиво вот такие здесь ракурсы эти вокруг покажу что здесь происходит вот эти горы холмы но осталось дождаться говорю же весны когда все это будет зеленого цвета тогда здесь вообще настоящая сказка так нужно спускаться вниз спокойно тропинке мне побыстрее бы добраться до как ты беля сейчас буду искать ой друзья ну шикарно красота ладно погнали как ты бель и суммятом на уже заждались пока я тут снимаю доброго всем дня спасибо александр что откликнулся и приехал к нам сюда в коктебель потому что к сожалению посмотрев его репортаж я понимаю что саша нарисовался очень красивую такую радостную картину развития этого прекрасного места и мы рады развитию как ты беля но сожалению не такому которым сейчас происходит мы не против того что здесь будут развиваться это место против того что здесь будут застраиваться это место но не таким варварским способом и конечно очень нас волнует вопрос реконструкции набережной который вопрос который давно давно назрел и вы понимаете то что пять лет назад когда на общественных сушениях мы утверждали один проект реконструкции набережной за 4 миллиарда рублей сейчас мы видим совершенно другой проект который я считаю просто варварский для этого прекрасного места мы увидим кусок бетона нержавеющие поручни 3 туалета и все то есть не будет никаких там архитектурных форм ничего и самое страшное что вот это вся набережная будет отсыпано на 30 50 метров в сторону моря щебнем и это будет просто катастрофа потому что щебень которым предполагается здесь засыпать это фактически мягкие вот эти фракции которые потом дадут мыло это огромнейшая проблема потому что первоначально в проекте было предусмотрено что сюда будут завозить щебень из краснодарского края но по факту мы видим что происходит сейчас стройка идет на участке рядом с холмом юн где я нахожусь и это участок который будет находиться напротив проект так называемого sky soul понятно что его будут делать в первую очередь пытаться здесь сделать какую-то красивую картинку но им нужно просто продавать квартиру в этих многоэтажках и это не квартира это апартаменты и просто многие должны понимать что это не развитие поселка что люди понакупят эти апартаменты будут их сдавать ну может кто-то и сам жить и весь гостиничный бизнес на котором здесь живут и зарабатывают люди он постепенно умрет потому что будут меняться формат поселка который не учитывает интересы жителей коктебеля когда еще в украинские времена здесь были попытки строительства домов то никто не мог себе даже в голову представить что здесь построят многоэтажки вот там если мы посмотрим за вот этим колесом видно желтая многоэтажка это романа у кичо местного застройщика которая к сожалению огромнейшему здесь была возведена она до сих пор не введена в эксплуатацию и именно тогда был заложен краеугольный камень того что поселок превратится в многоэтажный ад вот то что мы сейчас видим то что невозможно было представить никогда ранее строительство 12 этаж и они будут туда уходить рядами и это не самое страшное вот там планируется мы если посмотрим там где могила волошина там планируется строительство 16 17 этажек и это к сожалению будет совсем от катастрофа для поселка понимаете и опять же будут строить не дома для того чтобы здесь жили люди постоянно а будут строить апартаменты вот то есть сейчас то что мы видим понимаете это изменение масштаба поселка и полностью уничтожение идеи курорта курортного поселка который здесь сложился исторически десятилетие волошинского поселка волошинских мест вот допустим сейчас этого холмик вот одну и находятся могила юнги раньше люди приходили фотографировать на фоне чего на фоне карадага на фоне могилы волош и на фоне немного горит Bob дaitли которые третье простой не будут видны это было местная достопримечательность и люди сюда приходили фотографируется понимаете то есть к сожалению для нас это катастрофа и катастрофа для поселка о которой многие не говорят а прикрывается тем что это типа инвест-проекты, сюда зашел инвестор. Слушайте, ну, создается рабочие места. Но для кого рабочие места создаются? Если вы посмотрите, кто труится на вот этих вот стройках, то в основном это мигранты, которые приехали к нам из Средней Азии, дай бог им всем здоровья, но местных здесь практически нету. Что касается вот этой стройки. Да, действительно, строят быстро, интересно, но я бы лично здесь никогда бы не купил бы ни квадратного метра, и вот почему. Это сейсмоопасная зона, и строительство многоэтажек в сейсмоопасной зоне, я считаю, что это категорически неправильно. И вот почему. Сто лет назад было землетрясение. В Крыму землетрясение очень мощное происходит каждые сто лет. И по прогнозам ученых, в ближайшие годы, даже десятилетия, мы можем ожидать мощные тектонические сдвиги, мощные толчки. И как все это поведет, неизвестно. Я считаю, что Крым это прекрасное место, где должен развиваться частный сектор и малоэтажное строительство. Какие еще есть у нас претензии к тому, что здесь сейчас происходит? К сожалению, поселок превратился не просто в стройку, а в крайне некультурную стройку, которая просто подрубает нам всю нашу жизнь. Мы не можем нормально проехать от одного места как-то бели в другое. Вот мы сейчас ехали по вот этой дороге, которая в ближайший месяц, вот если вот можно, Саша, повернуть, вот эта дорога, она будет одной единственной, которая фактически сюда ведет к этому пляжу, который здесь есть. Соответственно, летом здесь будет пыль, все остальное время грязь. Машины, которые здесь ездят, со стройки набережной, со стройки этой многоэтажки, вместо того, чтобы здесь проложить хотя бы какую-то дорогу ищебня и мыть колеса, что они обязаны делать здесь на выезде, они просто едут. Более того, многие машины, вот мы сами видели, берут и сливают здесь, моют бетонные мешалки. Ну, это же вообще варварство. К сожалению, все это происходящее не ограничивается только этим местом. Мы проедем сейчас, посмотрим вообще поселок, то есть вот как он вылет реально там, да. Но я могу сказать, что, к сожалению, многие люди, которые здесь живут, которые зарабатывают этим деньгами, не понимают, что этот год и ближайшие несколько лет туристического сезона здесь не будет. И я считаю, что в Коктебеле делать ближайшие 2, 3, 4, даже 5 лет нечего. Почему? Это я говорил, к сожалению, с болью, ну, с болью, потому что я люблю это место, мне нравится самому гулять летом по набережной, мне нравится, когда приезжают сюда люди. Ну, смотрите, вот этот участок весь, он недоступен будет для купания. В Коктебеле остается буквально здесь несколько сот метров, и с той стороны, ну, может быть, там 100-150 метров пляжей. Для поселка это категорически мало. Ну, и, понимаете, как здесь можно отдыхать, когда идут стройки, когда едут машины там, да, когда везде вокруг грязь и пыль. Понятно, что летом никто это все не остановит, потому что они работают, типа, вот, по этим инвестпроектам, которые через Совмин протащены, и что здесь им дадут возможность работать летом, и никто с 1 июня или, там, с 1 мая им не запретит это строительство. Так что, вот, будем двигаться сейчас дальше. Отношение к поселку очень нехорошее. Вот у нас одна из претензий к строителям, которые мы здесь видим, ну, вот как можно в водоохранной зоне заниматься хранением строительных вот этих всех материалов, там, да, здесь зачастую стоит эта строительная техника. Есть для этого определенные строительные площадки, для храниться, хранятся материалы, где стоит, там, техника, но точно не здесь. И вот представьте, что здесь дальше будет, когда все это закончится. Здесь вот, если пройтись сейчас даже, да, то можно найти арматуру, там, осколки бетона и много чего. И куда все это вывозится? Мы сегодня поедем, посмотрим, я думаю, что будет довольно-таки очень интересно посмотреть и получить нам от них ответы, кто им разрешил вывозить строительный мусор не на Белогорский полигон, а в окрестностях поселка Коктебель. Для нас Коктебель – это святое место. И все, что здесь происходит, нужно делать с учетом не просто наших интересов, но и с учетом интересов этого прекрасного места, этих ландшафтов, этих исторических мест. А мы видим просто варварство. Так что вопрос, судьба вот этого пляжа, потому что многие интересовались, что я снимал за него. Кстати, вот эта судьба этого пляжа какая? Это был нудистский пляж. Я, честно говоря, не очень поддерживаю идею нудизма, но это как бы уже исторически сложившееся место, и это была фишка Коктебеля. Многим не нравилось, что когда здесь шли по вот этой дороге, там дети могли видеть обнаженные вот эти тела, но это решалось бы все элементарно, ставились бы какие-то заборчики такие легкие, перекрывающие все эти виды, и ради бога. Сейчас надо понимать, что SkySoul рассказывает о том, что у них будет свой частный пляж, и многие понимают, что это будет все. То есть вот этих домов будет свой пляж, они говорят. Да, и мы предполагаем, что скорее всего это будет закрытый пляж, на который другие не попадут. А вот что касается нудистского пляжа, предполагается, что нудисты уже в этом сезоне передвинутся вот туда, как раз под так называемые погранцы места, и зеленка. И я думаю, что, конечно, идея нудизмов как-то беля не умрет, но, к сожалению, вот она полностью преформатируется, а исторический пляж нудистов, он будет закрыт. Насколько это правильно, не знаю, мне кажется, нет. Вот, сейчас мы едем фактически по единственной дороге вот к этому пляжу, который идет к Куумику-Юнге. Здесь, кстати, раньше проходили джазовые фестивали, а вот отсюда выезжает строительная техника вся. И мы видим, что, да, что вот она отсюда едет со строек набережной, и вот как раз она едет вот сюда дальше. И никто колеса здесь строительной техники не моет. Мы уже не раз поднимали вопрос о том, что, ребята, давайте уважительно относиться к поселку, давайте здесь сделаем какую-то временную дорогу из Гравия. Вот, но вот к огромнейшему сожалению, нас не то, что не слышно, нам рассказывают, что все есть, что все нормально, все моется, а по факту мы видим, что вот эта вся грязь, которую сейчас вот мы проезжаем, она выносится на дорогу, на улицу Ленина в Кантебеле, и здесь мой-немой машину, проехав один раз по этой улице, мы окажемся просто вот все грязные-грязные, и вот в крайне нехорошей ситуации. Отношение крайне хамское, как к жителям, так и к поселкам. Потому что, допустим, когда я в Москве бываю, я понимаю, что в Москву, наверное, нельзя сравнивать с Кантебелем, хотя почему нет, у нас одни и те же законы работают. В Москве вы со стройки не выйдете, если машину там не помоют. Кстати, строили когда аэропорт, во всемферопольский, там очень четко было правило, что, значит, если машина выезжает, она заезжает на пост мойки, и все, не просто колеса, вся машина фактически моется, чтобы грязь не разносить по городу. Были хорошие стандарты, работали материковые компании, но то, что здесь вот мы сейчас видим, ну вот сейчас грязь, а летом, когда мы увидим солнышко, тепло, здесь будет все настолько грустно и плохо, здесь мы будем утопать в пыли. Вот выезд со стройки Sky Soul. Значит, мы видим, что здесь тоже никаких постов, там мойки нет, машины отсюда просто выезжают, и месяц дальше грязь. Вот еще один из выездов со стройки, вот этой Sky Soul. Теоретически там стоит какая-то будка, с которой, наверное, можно поливать водой, и даже какая-то площадка есть, но никто, понятно, на нее не заезжает, и никто там ничего не моет. И вот дальше вот эта дорога идет, главная улица Коктебеля. Машины, работающие здесь, развозят грязь. Вот сейчас, ну, удивительно, мало, ну, наверное, потому что обед 12 часов машин. Эти машины все здесь едут, и не одна, и не две, а сотни машин в день. И сотни машин со стройки Sky Soul, с этого куска набережной, и с другой стороны идут тоже десятки машин в день. И то есть это, к сожалению, очень-очень плохая история. Так, а как вообще допустили стройку такую многоэтажную здесь прямо на берегу? Для нас это тоже огромный вопрос. Все говорят, что это все по закону, действительно у людей с документами все нормально, они находятся в свободной экономической зоне, этот инвестпроект утвержден. Ну что, может быть, действительно, тогда сразу же поехали туда. На полигон? Да, на полигон, куда свозят со стройки набережной и со всех остальных строек и строительные отходы, и землю. Вот, кстати, мы видим, это вторая очередь этого Sky Soul, мы видим, сколько здесь свезли грунта. Есть ли у них разрешение на перемещение этого грунта или нет? По нашим данным, вроде бы этого ничего нет. И вот эта дорога, по которой ездят каждый день сотни грузовиков, вот сейчас мы видим, люди идут, наверное, на обед, это, да, 12 часов здесь обед, эта дорога идет так называемый Санта-Барбаре. Это маленький жилой комплекс исторический в Коктебеле. Вот местные жители, в данном случае мы видим строителей, местные жители, кто на машинах, кто пешком ходит или едут по вот этой дороге, которая не просто разбита и убита окончательно, но она грязная. Машина разносит эту грязь. Вот сейчас мы видим какой-то сухой отчасток этой земли, но солнышко пригрело, на улице плюс 8, плюс 9, вот. Так что, вот такая ситуация. Да, действительно, сейчас мы видим, что это обед, люди идут обедать, 12 часов, вот. Знаете, здесь я недавно, когда был, я снял, как едет автобус, там чуть дальше, детский автобус, который развозят школьников после занятий. Ну вот, представляете, там живут дети. Автобус там еле-еле пробирался по этой грязи, и как быть детям? То есть, они, получается, что они поучились, и оттуда уже выбраться в Коктебель никак. А если у человека нету машины, то есть, как ему быть? Общественный транспорт здесь, ну, в Коктебеле, может быть, еще с Феодосией какая-то связь есть, а вот связь вот таких вот населенных частей этого поселка с Феодосией, с Коктебелем, ну, крайне отвратительная. Я, насколько знаю, здесь ходят один или два автобуса в день, и то это началось относительно недавно, потому что, ну, народ просто уже устал все это терпеть. Вот это мы видим сейчас замечательную стройку, которую мы все очень-очень ждали. Это строительство очистных сооружений. Вот, кстати, я вижу, здесь прокладывают дорогу новую, то есть, очень хочется верить, что здесь действительно в дальнейшем будет хорошая дорога, которая соединит и очистные вот этот поселок Санта-Барбара. Обещают, что эти очистные сооружения сдадутся уже в этом году, к концу года, хочется верить, но практика показывает, что надо прибавлять минимум еще год. Ведь очистные сооружения для Коктебели, это же не только вот эти очистные сооружения, которые мы видим, это еще километры здесь проложенных коллекторов по поселку, правда, не ко всем домам все это подведено, но хотя бы так, как есть, потому что те тонны фекалий, которые здесь сливались, это был, конечно, просто ужас для людей. Вот сейчас, если мы посмотрим, вот она начинается, все это вот болото, которое после скандальных роликов, которые я выложил в сети, эти ролики сняли местные жители Санта-Барбара и Кипариса, поселочка здесь небольшого, вот, которые просто не могли выезжать даже на джипах отсюда, они прислали фотографии, видео, как трактора вытаскивают эти камазы все из этой грязюки, и после поднятого скандала наконец-то нас услышали, и сюда приехал грейдер, немножко поработал, и привезли немного щебня, вот здесь, это старый участок дороги, он уже, слава богу, подсох, здесь, кстати, тоже недавно работал грейдер, все засыпали, но уже грязь сверху покрыла весь этот щебень, там, да, и мы вот сейчас едем до вот этого поселка Кипарис, до Санта-Барбара, и вот то, что здесь было буквально еще неделю назад, это был ужас ужасом, да, и понимаете, как, никто же, повторюсь, не против того, что здесь это строится, да, но нужно строить это так, чтобы учитывались интересы и местных жителей, и природы, ну вот посмотрите, как все это строится, я понимаю, что стройка это стройка, но все вот эти вот отвалы земли, мусора, они не согласованы, вот с этим мы сейчас проезжаем вот этот участок, по которому еще недавно просто невозможно было проехать, здесь можно было проехать только на камазе или на тракторе, вот, его засыпали щебнем, вот, и вот мы впереди видим вот этот вот поселок Санта-Барбара, это многоэтажные дома, которые еще были построены, я не знаю, наверное, лет может быть 20 или более назад, здесь живут люди, как они отсюда выбираются, я не знаю, кстати, вот она техника, не знаю, она здесь застряла или потерялась, он уже стоит очень давно, вот, все обочины разрыты, разломаны, вот, кстати, вот впереди, очень интересно появилась вот у моего последнего проезда здесь куча щебня, которые мы будем, видимо, здесь отсыпать, но опять же, зачем нужно было доводить до того, что просто люди уже просто не знали, кому обращаться, к президенту или к Аксенову, чтобы началась отсыпка этого места вот этим вот щебнем, но неужели это нельзя было сделать сразу, и все были довольны, но после этого, как поднялся скандал, сюда приезжали министры, там, депутаты, понимаете, ну, почему мы делаем все опосля, и вот, действительно, и там дальше мы видим сейчас вот эти все кучки щебня, вот, там впереди стоит как раз строительная техника, которая разгребает этот щебень, но надо понимать, что все это до первого дождя, до первого ливня, потому что количество техники, которая здесь грузовиков обычно ездит, но сейчас, повторюсь, обеденный перерыв, вот от чего, да, здесь даже на моей машине проезжать тяжело, потому что вот эти огромные камни, и вот, когда здесь все это рассыпется, конечно, будет очень жалко подвеску тех, кто здесь будет ездить, и это все Коктебель, понимаете, Коктебель, это же не только набережная, Коктебель, это места, прилегающие к самому поселку, центру поселка, к набережной, и здесь живут люди, и вот очень важно думать о людях, которые здесь живут, но, к сожалению, никто ни о чем здесь не думает, и вот диалог, который мы пытались много месяцев, даже лет, выстроить с местными властями, в лучшем случае он упирается в разговор о том, что да-да-да, мы вас услышали, мы вас сделаем, все разошлись, и ничего, или нулевой результат, сейчас я понимаю, что идет такая реакция, то есть они пытаются как-то гасить народное недовольство, потому что, да, вот смотрите, какие огромнейшие валуны, вот здесь побросали, вот этот бут, его сейчас утрамбовывают обочину, потому что, если ее не утрамбовать этим бутом, то она просто поплывет, здесь можно насыпать сколько угодно щебня, она все поплывет, но что будет здесь дальше, вот это вопрос большой, и сейчас вот то, что тут я рассказывал, сейчас я уверен просто, вот эта вся история нам повезло, потому что впереди президентские выборы, вот, и понятно, что дана команда гасить любое недовольство, там, да, потому что, если бы не выборы, я думаю, что на наши все эти обращения бы никто ничего бы не откликнулся бы, и люди бы здесь и дальше бы месили грязь, вот как раз вот видео, которое я размещал, вот это скандальное, оно было снято именно здесь, и вот именно здесь уже как бы поработали трактора, насыпали щебень, вот именно здесь, в этих местах есть фотографии и видео, где трактора вытаскивают, камазы, которые не могут проехать по той дороге, которую они раздолбили, и сейчас очень тяжело проехать, то есть, ну, мы едем фактически по валунам, да, очень хочется верить, что в дальнейшем это все утрамбуется, но пока это так, и люди едут по этой дороге каждый день домой, а представьте, если нужно будет вызвать скорую, ну, скорая просто не доедет, слушайте, ну, это же действительно, потому что у нас скорая не имеет такую высокую проходимость, допустим, как моя машина, да, вот он стоит как раз вот этот грейдер, да, сейчас обеденный перерыв, никто не работает, вот который как раз и разгребает вот этот вот бут, который сюда мелкие завезли, и мы постепенно приближаемся к полигону, куда вывозится строительный мусор, и вывозится излишняя земля, которая формируется при строительстве набережной, вот мы видим как раз машину, которая едет видимо оттуда, я не знаю, то есть, сейчас посмотрим, вот, да, которая едет оттуда, вот, которая на полигоне очевидно выкинула порцию земли, мы общались с Керченской природоохранной прокуратурой, мы скинули туда фотографии, видео, точки привязки, и нам очень интересно понять, кто разрешил, что за умник разрешил использовать окрестности Коктебеля как полигон для выброса и строительного мусора, и перемещения этой земли, насколько я понимаю, таких разрешений нам никто на наши запросы не показал, и, наверное, их нету, вот, так что, вот, еще одна машина едет, которая выкинула, а так, здесь, в день приезжают где-то, как мне сказали, до сотни машин, то есть, представляете, какие объемы земли и мусора сюда перевозятся, да, вот, номер машины, их, X, 194MM, 193 регион, вот, видите, мы не можем с ней разойтись, потому что он не может съехать на обочину, он просто утонет в грязи, вот, и здесь еще бут не довезли, вот, вот так вот, здесь раньше ездили люди, ну, хотя бы небольшая отсыпка есть, вот, мы уже сейчас приближаемся к этому полигону, вот, нам еще предстоит преодолеть, проползти на пузе вот эту грязюлку всю, которую у нас впереди по курсу, вот, впереди нас едет Деонексия, она, конечно, низкой посадки, но для нее это счастье, то, что сейчас, хотя бы после этого скандала что-то началось здесь делать, потому что еще неделю назад она бы здесь просто не проехала физически, то, что здесь свезли мелкие гравии, то есть, экстренно, чтобы хотя бы дорогу привести в какое-то чувство, это позволяет этой машине ехать, неделю назад она просто бы не проехала здесь, мы сейчас едем, повернули уже въезду на сам этот полигон, здесь стоят такие предостерегающие таблички, желтые, с черными надписями, вот на них что написано, проход запрещен, опасная зона, но мы едем туда для того, чтобы вам показать, что здесь происходит, вот этот полигон, откуда ехали вот эти машины, мы все это фиксировали для того, чтобы передать данные природоохранную прокуратуру, вот видите, вот эти огромные развалы земли, здесь сейчас нету трактора, который все это перемещал, работал, вот, а вот чуть дальше мы увидим банальный, обычный, вот кстати, справа видно строительный мусор, который сюда привозят со стройки, понимаете, вот как можно здесь, вот оно, строительный мусор, который задавливали вот этими тракторами все это, вот впереди мы видим строительный мусор всего этого, то есть это я считаю просто хамское отношение как к месту, так к природе, вот, можно посмотреть все это, ну что, вот мы доехали до вот этого места, куда ежедневно свозятся тонны строительного мусора, тонны излишков земли, и насколько мы понимаем, что это как-то никак не связано с природоохранной деятельностью, никак не связано с тем, что вообще это дело здесь нельзя, насколько я понимаю, есть строительный полигон в Белогорске, куда все должно свозиться, но это, видимо, экономия ресурсов, и вот, если посмотреть вокруг, вот он, строительный мусор, вот она, вот эта арматура, которая просто вот, вот она торчит, то есть, ну это очевидно, что это строительный мусор, вот она все, это все здесь, и когда они поняли, что вот ситуация выходит из-под контроля, они начали вот этой обычной землей, вот эти все остатки, которые мы видим здесь засыпать землей, чтобы скрыть вот эти следы своего преступления, ну слушайте, ну как это можно делать, там, да, этот строительный мусор должен слазиться на определенный перелегон, дробиться вот эта арматура камень, представляете, что здесь найдут наши потомки, если вдруг решат здесь провести археологические раскопки, остатки старой Коктебельской набережной строительного мусора, слушайте, ну мне кажется, Коктебель слишком красивое место для того, чтобы его так уродовать, поэтому, понимаете, здесь вот если посмотреть дальше вот, это гора Клементьевая, это все здесь рядышком, это буквально где-то вот пару километров отсюда, вот эти прекрасные места, я здесь очень люблю ходить, гулять с собакой, прохожу многие километры, понимаете, и еще год назад я не мог себе представить, что здесь будет просто вот такой ад, скажите, вот что они дальше будут здесь делать, вот что, как они отсюда будут возить, куда они это будут перемещать, я скажу, они просто банально это все оставят, выкинут и забудут, но может быть сверху присыпят как-то землей, но внутри будет этот вот бетон, мусор и вот эта вот грязь, она здесь навсегда, так что я считаю, что мы должны предпринимать какие-то более решительные меры, нельзя очаровываться тем, что сейчас идет какая-то реконструкция в Коктебеле, она должна проходить не варварски, и вообще все, что здесь происходит, должно происходить с уважением к этому месту и к людям, которые здесь живут и которые любят это место, это волошинские места, здесь приезжали несколько дней назад министры, начальник территориального отдела, который Коктебеле, там министр туризма сюда приезжал, и они считают, что это нормально, слушайте, ребята, это не нормально, понимаете, это не просто туристическое место, это еще место, где здесь живут люди, а мы видим просто определенные отношения и хамства, понимаете, если это хамство идет от чиновников с самого высочайшего уровня, то что можно говорить тогда про всех остальных, мне вчера рассказывали, что местные жители выкидывают пакеты с мусором на обочину, вместо того, чтобы в контейнеры, ужасно плохо, слушайте, но после чего они будут к этому относиться месту хорошо и красиво, если самое высшее руководство Крыма здесь, ну вот так вот зажигает, так что вот так, вот сейчас мы добрались до очень красивого места, рядышком гора Клементьева, мы стоим на небольшом холмике, и вот здесь маленький прекрасный поселочек Кипарис, это СНТ, но здесь живет довольно-таки очень много приезжих с материка, которые сделали себе уже здесь и прописку в том числе, вот, этому СНТ, насколько я понимаю, уже где-то лет 30, до определенного времени он был заброшен, но сейчас здесь земля, конечно, не как горячие пирожки, но она еще довольно-таки разумная по цене, и люди постепенно здесь скупают, почему, потому что они понимают, что как-то Бель будет переформатироваться, застраиваться многоэтажками, и для них вырвавшись из стен городов очень классно здесь поселиться, и постепенно здесь наводится порядок, здесь есть электричество, интернет, вода пока привозная, но мои знакомые, которые здесь живут, и которыми я так регулярно заезжаю в гости, местом довольны, особенно, когда начинается весна, лето, здесь сухо, замечательно, хорошо, но вот у них в декабре случилась беда, из-за вот этих стройок, из-за своза вот этого всего, мусора и грязи, грузовики разбили единственную дорогу, которая их соединяет с цивилизацией, и они просто физически не могли даже на джипах вырваться в магазины, вот пока один из моих приятелей не снял видео, и не прислал его мне, и я не выложил, не случился скандал, и вот сейчас вы видели, мы ехали по дороге, начали хоть что-то отсыпать бутом, щемнем, ну, мы хоть как-то проехали, неделю назад здесь было еще проехать невозможно, слушайте, ну вот почему нужно сделать скандал, до кого надо достучаться, чтобы услышали людей, к сожалению, и это все тоже Коктебель, понимаете, Коктебель это не только набережная, это не только кородак, это окрестности, они, кстати, очень классные, очень красивые, вот одна из бед сейчас Коктебеля, если мы посмотрим, вот именно центральную часть, старую историческую, то, что там просто начали строиться на вот этих холмах, потому что именно холмы вот этого восточного Крыма, эти ландшафты все, это одна из ценностей этого места, то есть это создает некоторый колорит, ради сюда люди приезжали, а что они сейчас видят? Многоэтажки, грязь, и срытые вот склоны холмов, ну, мне кажется, это неправильно, так что мы сейчас будем двигаться дальше, отсюда в сторону центральной набережной, и посмотрим, что там по факту происходит, мое мнение, аварийное, надо признавать, набережная Коктебель аварийной, и вы сейчас это увидите, так что вот в путь, в дорогу, едем обратно в Коктебель. Автобус, да, идет, который на, эту, Санта-Барбару, таких, насколько я знаю, ходит несколько в день, и вот представляете, по вот этой дороге, эти автобусы, когда едут, мне их просто, честно говоря, жалко, и людей, и сами автобусы, потому что подвеска здесь убивается очень быстро, здесь огромные ямы, огромные валуны, и, конечно, все это не способствует комфортному перемещению граждан на общественном транспорте, а он еще едет, вот обед закончился, и как раз поехали вот эти грузовики, которые свозят землю, вот будем сейчас пытаться с ним разойтись, вот они каждый день перемещают землю, строительный мусор, и, конечно, все это очень печально, вы видели этот полигон, где мы были, и, ну, такое, честно говоря, очень тяжело представить, посмотрите, а вот слева, что, ну, ситуация не лучше, отвалы земли, и, никакой эстетики, ну, хотя бы взяли бы их, разровняли, никто этим просто здесь не парится, потому что, ну, вот, к сожалению, культура строительства в Крыму просто отсутствует, потому что они в одном, другом городе, где, вот это было в последнее время, вот такое представить очень тяжело, слушайте, но это же, в конце концов, не тайга, где можно с таким хамским способом вести строительство, это населенный пункт, и раньше здесь была довольно-таки очень симпатичная, относительно живописная дорога, вот, и вот сейчас вот мы выезжаем на дорогу, и вдалеке, вот видим, да, ой, подвеску жалко, конечно, но что не сделаешь ради такого контента, который, ради чего приехали мы сюда, спасибо Александру, что услышал наши мольбы, тем более у Александра, мы знаем, что очень много подписчиков, его смотрят очень многие, в том числе и чиновники, возможно, это видео поможет нам достучаться до небес, и, понимаете как, мы же не просим ничего лично для себя, мы переживаем за это место, я сам из Москвы, кто не знает, не слышал, я Александр Горный, я журналист, блогер, вот, общественник, предприниматель, и я здесь живу уже 10 лет, хотя я приехал сюда 15 лет назад учиться летать на параплане в Коктебель, я летаю 15 лет, вот, правда, в прошлом сезоне из-за того, что сейчас проходит специальная военная операция, я не летал, потому что довольно-таки такая непростая ситуация, небо закрыто для полетов, хотя знаю, что некоторые ребята так немножко подлетывают, вот, и я здесь уже живу фактически вот 10 лет, и, конечно, я это место очень люблю, я за него переживаю, и единственный мой мотив, почему я об этом на своей страничке ВКонтакте, просто там, в Телеграме, просто ору, потому что я это место люблю, я не понимаю, как можно было местным жителям, кто здесь живет, спокойно смотреть на это и допустить, понимаете, вот мы кажемся здесь просто городскими сумасшедшими, ну вот как же так, вот чего ты тут спрашиваешь, чего ты тут орешь, все же молчат, всем хорошо, понимаете, просто многие привыкли жить так, многие привыкли жить в этом болоте, в дерьме там, да, и они считают, что это нормально, а я считаю, что это ненормально, я вам просто приведу пример, я ехал, когда из Феодосии, я стоял на остановке, я стою и гляжу, ни один автобус на остановке не останавливается, я спрашиваю, а почему автобус не останавливается, говорят, а ты должен поднять руку, знаете, мне в голову не могло прийти, для того, чтобы, оказывается, ехать, поехать на автобусе, нужно выбегать там, на проезжую часть, поднимать руку, вот, и, ну просто, ну, в Москве такое просто недопустимо, если водитель автобуса видит, что человек бежит к автобусу, он как минимум остановится, и он останавливается на каждой остановке, это культура, это отношение к людям, а этого здесь совершенно просто нет, и начиная от общественного транспорта, и заканчивая вот всем остальным, понимаете, когда говорят, что Крым это очень привлекательное место, да, здесь волшебная природа, здесь волшебные ландшафты, хорошее море, так это же надо сохранить, а что мы в результате имеем, многоэтажки, слушайте, ну люди из материка приезжают сюда не ради многоэтажек, они хотят увидеть эту природу, они хотят увидеть это чистое море там, да, а что в итоге получается, а в итоге получается, что из Москвы они будут приезжать опять к многоэтажкам, ну разве это правильно, разве это формат развития Крыма, но никто не против, строите многоэтажки там в Симферополе, там в Феодосии можно строить, но в курортном поселке строить многоэтажки, ну это же просто варварство, понимаете, и мы берем, боремся за это место, всего несколько человек, вот я там, Борис Еремко, все остальные молчат, и более того, я очень часто получаю, такие очень некрасивые послания, что будь аккуратен, терпич тебе прилетит, потому что их беспокоит, как же я так, я рассказываю правду о Коктебеле, а ты нам мешаешь сезон, ребята, так если вы действительно переживаете за сезон, за свой бизнес, ну будьте добры, тогда давайте вместе бороться, чтобы нас вышли сделать Коктебель прекрасным, если Коктебель будет просто прекрасный курортный поселок, чистый, аккуратный, а что мы видим, вот Саш, можно показать, это въездная группа, там, да, автомойка, стоит спецтехника, кругом грязь, вот это мы сейчас едем по главной улице Коктебеля, въездные ворота, это самый-самый въезд в Коктебель, мы видим грязь, разбитые обочины, какие-то непонятные блоки, мусор строительный, понимаете, это Коктебель, это видят те люди, которые сюда приезжают, надо понимать, что основной поток людей сейчас идет сюда, едут сюда на автотранспорте, где-то процентов 20 едут на, на поездах, а остальные 80% едут на автотранспорте, что они видят, вот мы сейчас едем, вся улица Ленина, она просто грязная, хорошо, что она сейчас подсохла, это просто солнышко выглянуло, но вот мы видим, вот эта вся грязь оттуда сверху, она вот машинами разносится, вот это со струек, и это все идет сюда, понимаете, и это тоже Коктебель, нам обещают, что здесь типа будут чуть-чуть подметать, но я уверен, что это все бесполезно, при таком количестве работающей строительной техники, при таком количестве, вот Саша, если можно, вот она, но здесь, ну, хорошо, что мы едем на машине, потому что здесь пешком пройти, но это все, 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 все можно испачкать, там, да, и летом это продлится, но только будет здесь уже летом не грязь, а просто безумная пыль, вот то, что было уже в прошлом сезоне, и сейчас мы едем набережной Коктебеля, вот здесь, сейчас даже небольшая пробочка из машин, которые разводят продукты, местные, но летом, конечно, здесь пробки из тех, кто приезжает сюда отдохнуть, конечно, Коктебель манит, и здесь, в основном, приезжают те люди, которые уже приезжали сюда десятилетиями, новых туристов, конечно, мы видим, мы встречаем новых туристов, люди приезжают, но те мнения, которые я слышу от людей, что, типа, вот, это Коктебель, мы приехали, и что здесь все нравится, я очень мало слышу, в основном, люди говорят, слушай, отсюда хочется побыстрее уехать, понимаете, то есть, для меня это очень печально, если люди такое говорят, а люди именно так, как говорят, я очень много летом общаюсь с ними на набережной, люди говорят, слушай, говорят, ну, мы здесь побыли 2-3 дня и уехали, потому что, ну, больше здесь невозможно смотреть на эту разруху и грязь, там, да, вот, я людей понимаю прекрасно, там, да, я привык просто к этому месту, оно мне всегда прекрасно, знаете, кстати, местные фактически здесь никогда не купаются, потому что здесь летом купаться, это себя не уважать, есть буквально несколько пляжей, где мы купаемся, это в районе Прибоя, вот, там, где еще более-менее чистое море, а вообще так садимся на САП и уезжаем, уплываем куда-то в море, потому что, ну, вот, оно здесь не всегда чистое, надеемся, что когда достроят очистные сооружения, здесь все-таки будет немного получше, и море будет почище, но будут другие прелести в виде многоэтажек, и вот этой набережной, которая засыпет щебнем 30-50 метров, и это будет, конечно, еще тот первородный бульон, в котором могут рождаться динозавры, или какие-то иные монстры, так что, у вас есть, будет шанс увидеть, какое-нибудь здесь чудовище, говорят, что на Карадаге водится, Карадагский змей, но не знаю, мне кажется, что после такой реконструкции, он просто отсюда убежит, вот, кстати, мы сейчас едем, машина едет, такое ощущение, что по какой-то пересеченной местности, нет, это просто как-то бель, так что выходим, и идем на набережную сейчас, ну что, мы вышли из машины, сейчас идем по улице Десантников, в сторону набережной, это вот гостиница, здесь от Эргелеон, здесь боулинг, вот если мы посмотрим здесь дорогу, конечно, она не блещет чистотой, она вся разбита, вот это как раз идет, такая отметка полосы, полосы, здесь будут скрываться асфальт, и прокладываться канализация, это хорошо, это нужно, но вопрос, чтобы это делалось не в разгар туристического сезона, правда, которого здесь, как и бель, я уверен, не будет, конечно, кто-то приедет сюда, будут сюда приезжать люди, но я уверен, что людей будет очень мало, потому что, ну куда сюда приезжать, смотреть на стройку, или смотреть на разрушенную набережную, к огромному сожалению, шторма, которые прошли, и не один шторм, который был очень мощный, сильный, который разрушил Крым сейчас, в этом году фактически, а после них были еще и другие шторма, они довольно-таки очень крепко потрепали набережные, потому что ими многие годы никто не занимался, и, конечно, любая набережная имеет определенный гарантийный срок, после которого она начинает разрушаться дальше, и вот мы сейчас входим на эту набережную, доброго дня, ребята, вот, и что мы видим, прекраснейший вид, прекраснейший просто вид, это вон гора Волошина, это Тихая бухта, это мыс Хамелеон, и вот смотрите, вот эта старая набережная, кстати, вот видите, разрушены вот эти куски, она действительно симпатична, она сделана в таком классическом стиле, белые балясины, белые фонарики, ну, вы посмотрите, что произошло, это, кстати, вытащили после шторма, разрушенная вот эта набережная, к сожалению, пляжи все смыты, то есть шторм был настолько сильный, что вот этот весь щебень, который здесь был многие годы, он смыт, к сожалению, местная администрация совсем не озабочена уборкой вот этого всего, что мы видим, то есть это здесь лежит просто днями, хотя здесь нужно вызвать коммунальщиков, которые хотя бы привили, потому что я видел сам, как люди здесь идут, на этих камнях просто падают, или посмотрите, вот то, что мы, знаете, кругаемся, вот эта урна там, да, их купили сюда, слушайте, ну, мне кажется, это просто какой-то ужас, для курортного поселка, чтобы стояли по всему, по всей набережной летом, вот такие урны, ну, это же просто какой-то ужас, это неуважение ни к себе, ни к людям, ни к месту, и вот мы сейчас идем вдоль этой набережной, музея Волошина, который, я уверен, будет все это время работать, пока будут идти реконструкции, это очень важно, потому что люди должны не забывать, что это волошинские места, что это места, куда приезжали наши всеизвестные и художники, и поэты, и писатели, и до сих пор здесь, кстати, существует очень серьезная творческая тусовка, в начале мая, и в начале сентября здесь проходит подзаборная выставка, я уверен, что вы должны сюда приехать, даже несмотря на то, что здесь идет реконструкция, в течение буквально 5-6 часов вывешивается на улице Серова, вывешиваются картины известных как-то белевских художников, питерских, московских, которые имеют здесь дачи, это дачники, и они, соответственно, эти картины, в том числе и продаются, их можно купить, великолепная тусовка образуется, великолепная энергетика в этот момент, понимаете, вот ради таких вещей сюда люди приезжают, ну а то сейчас мы идем, видим вот эту вот разруху, вот эти все камни, которые, ну неужели нельзя здесь пригласить дворников, или привезти машину, которая подметает все, они здесь есть, или вот посмотрите, вот как спускаться здесь, ну здесь же можно ноги поломать, ну это же, ну это все очевидно, то есть я понимаю, что... Так, а в этом участке будет реконструкция какая-то? Это будет реконструкция, вот понимаете, одна из бед в чем, то, что по сути, если с точки зрения, вот именно так называемой логистики, реконструкция должна была начаться изначально с центральной части, чтобы ее быстрее начать, быстрее закончить, а что мы имеем в итоге, начали делать по краям, в том числе и Скайсову, чтобы решить вопросы застройщика, чтобы для них была красивая набережная, а здесь все перекрыто, уже здесь центральная, ну часть, то есть небольшой кусочек остался, а по краям, ну понятно, что люди отдыхать уже не будут, и вот эти участки, на которых ведется реконструкция, через них просто сюда физически не добраться, то есть те, кто живут в старом поселке, или приедут отдыхать, они еще как-то могут здесь погулять, слушайте, ну а куда гулять, ну посмотрите, ну вот мы сколько уже пишем, обращаемся к руководству Феодосии, вот я лично главе Феодосии, мы с ним очень много общались, Тихаченко, смотрите, ну что это такое, это нормально, когда вот этот живой электрический кабель, здесь есть электричество, мы не будем пробовать, но оно есть здесь, да, все это торчит, можно говорить, что это последствия шторм, слушайте, ну последствия шторма, нужно как-то убирать, вы посмотрите, что вот здесь, это же полная разруха все, до сих пор, насколько я понимаю, нету решения, что делать вот с этими застройками, одни говорят, что это будет сноситься, другие говорят, что это не будет сноситься, понимаете, я в свое время выступал с инициативой создать рабочую группу, которая бы учитывала интересы и поселка, жителей поселка, и интересы застройщиков, которых мы так упорно критикуем, и вроде бы даже эту группу создали, и сказали, что туда и войдет союз предпринимателей, или как-то беля, хотя, что это за предприниматель, это пара барыг, которые имеют здесь пару палаток, слушайте, что основываются на желаниях, на хотелках этих барыг, слушайте, но если им дать волю, они вообще здесь все застроят, понимаете, поэтому, я уверен, что необходимо, просто необходимо, сейчас, достучаться до небес, и мы это пытаемся сделать, и у нас потихонечку получается, к сожалению, могу сказать, только потихонечку, и чтобы действительно пересмотреть вопрос номер один, чтобы море отсыпалось твердыми породами, чтобы оно не пострадало, не пострадал как Тебелевский залив, потому что, вот представьте, закончится реконструкция, здесь уложат какую-то такую плитку, даже модную, хотя вот то, что я видел в последней, последней реконструкции, но это какой-то ужас-ужас, там поносного цвета, какого-то желтого плитка с серым, кое-как уложено, например, вот в Феодосии, там уложили центральную аллей, но это какой-то ужас, слушайте, она уже вот такая вся волнами пошла, здесь будет место, гранитной набережной, или вот такой белой, будет перил из нержавейки по проекту, и что дальше, и еще море отсыпано вот этим мягким щемнем, в котором купаться нельзя, слушайте, ну да, читается, конечно, что да, мы освоили там, миллиарды, пусть и сокращенные, что мы сделали реконструкцию, и даже сфотографируют издалека, а по факту, что... Вот, кстати, здесь, я могу сказать, что вот здесь кафешка, Ольга работает, надо ей дать должное, во-первых, там прекрасный кофе делается, это единственное место, где вот сейчас в межсезонье можно прийти, что-то там попить, поговорить, и она молодец, она действительно обеспечивает круглогодичную работу, это просто нужно человеку, как предпринимателю, поставить памятник. Вот другая точка, которая торгует всякой одеждой, особенно вот летом, классные, всякие аксессуары там, да, им тоже нужно поставить памятник, что они работают круглогодично, в отличие от всех остальных, которые сейчас закрылись. Вот была поставлена задача президентом, чтобы Крым стал круглогодичным, ну, курортом. А что мы в итоге имеем? 15 сентября фактически все закрываются. Алло, добрый день. Здравствуйте. Закрывается все, и открывается только где-то в конце мая. И вот эти все заколоченные здания, ну, они никак не способствуют туризму, поэтому Коктебель умирает, хотя это место может жить. Кстати, вот эти многоэтажки нам рассказывают, что благодаря им здесь будет круглогодичный курорт. Не будет. Это апартаменты. Люди сюда будут приезжать, или будут их сдавать, исключительно в курортный сезон. Во все остальное время, вот, во все остальное время здесь опять будет все то же самое. Нету понимания, как это будет набережная выглядеть после реконструкции. Нам рассказали, что предприниматели должны будут сделать все в едином стиле. Слушайте, я не знаю, как они все в едином стиле будут делать. Понимаете, либо это реконструкция набережной, снос всех этих шалманов, и стиль здесь должен быть один. Волошинский стиль с красной черепичной крышей. Но то, что мы сейчас видим, это точно не стиль Волошина. Это, ну, понятно, что наследие Украины здесь идет. Но то, что нам предлагается сейчас, к сожалению, это очень далеко от того средиземноморского стиля, в котором и должен быть построен Крым. И главный архитектор Крыма должен думать об этом. Смотрите, вот это центральная площадь. Волошин. Да, она будет подлежать реконструкции, но вот шторма, что сделали? Мы видим вот эту трещину. То есть, подмыто все основание. И я обращался к главе Феодосии. Он сюда пригнал стройнадзор, чтобы не рухнул. Потому что, посмотрите, здесь вот эта трещина, которая идет, вот она, она увеличивается. Да. И вполне есть вероятность, что после еще одного такого очередного шторма, шторма сейчас в последнее время усилились, оно все будет здесь просто уничтожено. Если мы посмотрим старые фотографии с Волошиным, то, если посмотреть вот этот причал, то там раньше пляжи заканчивались там, где причал. Сейчас мы видим море. Море просто здесь все съелось. Вот эта бетонная плита, она оторвалась вот прямо отсюда и рухнула туда после штормов. Вот можно, Саш, посмотреть. Видишь, как вот все это выглядит. Вот здесь, конечно, третостров, и я уверен, я уверен, что мы должны признать эту набережную аварийной, чтобы крымские чиновники хотя бы как-то засуетились, потому что, понимаете, никакой нет обратной связи, никакой нет информации. Мы обращались к депутату, главе Феодосии. Все разводят руками. Слушайте, ну, вот разве люди сюда приезжают, разве этого? Ради этого? Ради вот этой всей разрусти? Ну, посмотри, вот это единственный кусочек пляжек, где здесь можно купаться. Это принадлежит Голубому заливу. А где дальше купаться людям? Здесь просто купаться физически. Вот люди приедут в этом аду, где купаться? Они говорят, мы отсыпем грани. Но я, честно говоря, представляю, что сюда бросят сотни миллионов рублей, чтобы завести хотя бы временно там на полусезона грани. Более того, нам тут сообщили, что, скорее всего, Коктебель, уже этим летом центральная часть будет закрыта на реконструкцию. Понимаете, что получается? Предприниматели планируют свою деятельность одну, а это может вылезти неожиданный сюрприз, что Коктебельская набережная прямо в разгар сезона закроется. Но даже если она не закроется, слушайте, ну как здесь можно отдыхать, когда вот по краям идут строительные работы, вот течение здесь идет вот по противочасовой стрелке, и вот эта вся грязь, она пойдет сюда. Понимаете, то есть это, к сожалению, большая катастрофа. Я думаю, что дальше мы не пойдем, мы сейчас поедем к историческому месту, Коктебель, это где Киевая горка, с другой стороны, где началась реконструкция набережной, мы просто увидим, что там происходит. Там работают машины по сверлению сваю, креплению всего. Это хорошо, но та скорость, с которой они работают, они начали работать еще в июне прошлого года, ну, я считаю, что они продвинулись всего лишь на пару шагов, хотя уже к этому сезону они должны закончить реконструкцию той части. Но я боюсь, что это будет так же, как и в Паторе, растянется эта история на много лет. И поэтому, к сожалению, Коктебель закрывается, это мое личное мнение, я не призываю никого, закрывается на несколько лет. И сюда можно приехать, посмотреть, но отдыхать здесь точно, я боюсь, что нельзя. К сожалению, огромнейшим. И чиновники крымские все для этого сделали. Они нас не слышали. Ну что, вперед дальше едем. Вот, сейчас мы едем к месту, где идет реконструкция с другого края. В данный момент мы проезжаем по улице Серова. Это такое замечательное место, где, как я говорю, каждую весну, в мае, в начале мая и в сентябре проходит подзаборная выставка. Это действительно явление очень важное для Коктебель и вообще для Крыма, потому что здесь продолжаются не просто традиции Волошина, но и традиции Айвазовского, потому что все-таки художники и море, это, наверное, мне кажется, что это очень здорово, очень важно. Хотя, они пишут не только картины о море, темы любые, но, конечно, творчестве многих море обязательно присутствует. Вот мы выехали на улицу Победы, и здесь, сейчас мы будем ехать прямо к самому месту, где идет реконструкция с другого края. Напомню, что мы вначале стояли на холме Юнге, где могила основателя этого поселка, а сейчас мы подъезжаем поближе уже к самому Карадагу. Здесь находится большой, замечательный поселок, внутри поселка из эллингов, который превратили в гостиницы, вот, и мы потом остановимся с ним. вот, и здесь очень популярно летом снимать и в этой эллинге, чтобы жить прямо у моря. И, конечно, стоимость этих эллингов летом не то, что зашкаливает, но гораздо выше, в раза два, чем всех остальных номеров. Вот, здесь сейчас мы поворачиваем налево и выходим на финишную прямую. Да, коктебель он такой, извилистый, немножко запутанный и не каждый здесь с первого взгляда разберется даже по навигатору. Здесь очень много таких интересных укромных мест. Вот они, вот эти эллинги. Вот, и мы сейчас едем в сторону отеля белый белый грифон, который, с которого мы будем смотреть за реконструкцией набережной. Кстати, вот, что касается реконструкции, там, где находится SkySoul с этой стороны, где мы были в начале, там реконструкция идет с утра до вечера. А вот с этой стороны здесь, как говорится, работают раз в неделю, а иногда, может быть, раз в две недели, то есть, как повезет. Поэтому, одна из наших претензий, почему вот вы начали реконструкцию здесь в июне, все перекрыли, вот, июне прошлого года, и до сих пор здесь сделано совсем чуть-чуть, хотя, нам обещали, что здесь все закончат уже к началу этого сезона, но, вот, сейчас вы сами все увидите, до окончания реконструкции там очень-очень-очень далеко, вот, так что, можно, я думаю, сейчас выключить. Ну, вот, мы приехали на реконструкцию набережной уже с другой стороны, со стороны Карадага, вот, там Карадаг, а это, так называемая, Киловая гора, ее, как раз, сейчас спиливают, и, вот, по всей этой длине, грузовиками, потом вывозят на тот полигон, где мы с вами были. К сожалению, процесс здесь идет очень-очень медленно, начали это все делать в прошлом июне, и вот, за, фактически, сколько там, больше полгода, мы видим, что результат, конечно, не нулевой, но, то, что это успеют сделать к началу сезона, я очень сомневаюсь, потому что здесь должны будут построить, вот именно вот здесь огромнейшую буну, туда на 100 метров в море, здесь отсыпать пляжи, но я боюсь, что этого не будет. Вот это мы сейчас видим, как делают огромные бетонные кубы, кубы, которые будут опускать в море, то есть это те конструкции железобетонные, которые будут сдерживать вот эти шторма. Очень надеюсь, что проект все-таки хотя бы в этой части с точки зрения надежности у них проработан, но все остальное, к сожалению, остается под большим вопросом. И вот эту картину мы наблюдаем уже месяца два, три, то есть особо никуда ничего не двигается. Так что, ребята, реконструкция Коктебеля это на очень долго, и даже когда ее закончат, пока все здесь придет в чувство, это пройдет еще где-то один-два сезона. В Коктебель нужно приезжать, я уверен, потому что, может быть, если здесь не останавливаться там на неделю, на две, но на день-другой, конечно, приехать сюда стоит, посмотреть все эти красоты. И вот я для себя открыл пешие походы, походы по окрестностям, ни на машине, ни на велосипеде, именно пешком, с палочкой, с своей собакой мы ходим, гуляем, и здесь действительно прекрасно. Уже с конца апреля, когда здесь все цветет, май, июнь, они просто волшебные. Летом, конечно, жарковато для походов, но Коктебель прекрасен именно ландшафтами, по которым пока еще не спели испоганить вот этими многоэтажками, которые, ну вот, очевидно, что они их будут строить. мы боремся за то, чтобы Коктебель этого не было, но, к сожалению, наших усилий недостаточно, а чиновники нас не слышат. У них, к сожалению, есть так называемые инвесторы, которые, наверное, как-то приносят деньги, хотя, наверное, это неправильно. Поэтому уверен, что сюда нужно приезжать. Кстати, знаете, одна из интереснейших экскурсий, вот она, как правило, стартует вот именно с этого места, вот здесь, этот белый грифон гостиница. Здесь сдают в аренду сапы, каяки, рядышком находится база Дядя Кава, где можно тоже снять и взять и каяки, покататься на серфе. И ребята ходят вот на вот этих всех водных средствах в сторону Золотых Ворот. Здесь где-то час-полтора на каяке или на сапе можно добраться до Золотых Ворот. Это гораздо интереснее, чем экскурсии на корабликах. Поэтому приезжать ли в Коктебель, обязательно надо приезжать. Нужно приезжать и кайфовать от того, что еще здесь пока не уничтожено. Потому что, к сожалению, я боюсь, что рано или поздно вот все вот это будет застроено. Надеюсь, я этого не увижу, что это будет не на моем веку. А так, ребят, добро пожаловать в Коктебель. Приезжайте, здесь красиво. А Крым вообще прекрасен. Я думаю, что после Коктебеля можно выбрать довольно-таки много других мест, куда приехать и отдохнуть. Так что, до встречи, ребята. Ну что, друзья, что скажете касательно Коктебеля? Пишите свое мнение в комментариях под этим видеороликом. Конечно, касательно застройки многоэтажными вот этими домами я, наверное, против. Потому что, ну, некрасиво все это будет смотреться и по чуть-чуть будет убиваться аутентично самого поселка. Не знаю, тем более под горой Волошина строить. Зачем застраивать вот эти красивые места природные? Я не понимаю. Есть куча свободного места. Даже взять вот то место, куда они выводят строительный мусор с набережной. Можно было там построить эти высотки, сделать отдельный какой-нибудь район Коктебеля. Думаю, он был бы там уместен. Но вот здесь, на первой линии, убивая вот эти красоты природы, я считаю, что это неправильно. Что касательно набережной. Посмотрим, что будет, как они ее сделают, но хуже, чем она сейчас, ее вряд ли уже можно сделать, потому что набережная, те, кто был в Коктебеле этим летом или прошлым летом, сами видели, что там творилось. Набережная, конечно, там уже давно требовалась, ей давно требовалась реконструкция, поэтому посмотрим, что будет. В общем, буду держать вас в курсе всех событий касательно Коктебеля и вообще Крыма, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Ну, а мы переместились в поселок Арджоникидзе, сейчас прогуляемся здесь по пляжу и посмотрим на красоты Арджоникидзе. Ну все, друзья, переместились в этот замечательный поселочек, который подходит для тихого семейного отдыха летом. Я его 100% могу рекомендовать каждому туристу. Здесь, в принципе, и ценник на жилье адекватно, и цены в магазинах тоже такие приемлемые, столовые здесь недорогие. В общем, Арджоникидзе я однозначно могу рекомендовать. Мне этот поселочек тоже очень нравится. Так, ну давайте посмотрим на пляж. Здесь тоже уже был шторм, но пляж вроде бы здесь сохранился. Все нормально с пляжиком. Вот так он сейчас выглядит. Посмотрите на море, друзья, какое оно было с утра спокойное, был просто идеальный штиль. И что с ним случилось сейчас? Уже поднялась вот такая волна. Кстати, здесь стояла спасательная вышка на пляже, ее штормом тоже смыло. Теперь здесь просто чистый, такой открытый песчаный пляж. Ну и здесь заход в море самое главное не глубокий, поэтому детям здесь прям идеально купаться в таком море. И оно прогревается здесь быстрее, потому что глубина небольшая возле берега. Прекрасный вид снова у нас на Кородак. Вон он мыс Хамелеон, где мы с вами сегодня с утра были. Вот он, пятый мыс Джан-Кутаран с этой стороны. Ну, в общем, вот такие прекрасные места. Кстати, в Орджоникидзе здесь тоже хотели строить то ли гостиницу, то ли дом вот здесь на холме. Там его даже срезали, разровняли, но жители Орджоникидзе там добились того, чтобы там ничего не застраивали и сохранили вот такую природу. Потому что хотели уже и на те холмы тоже застройку сделать. Так, ну, друзья, что я могу сказать? Поднялся ветер. Если утром ветра совсем не было, то сейчас уже приличный такой прохладный ветерок дует. И за счет этого он нагоняет вот такую волну. Вот так быстро меняется погода в Крыму. Со спокойного моря штормовое. Ну, на днях в среду вроде бы или в четверг обещают приличный шторм, будут высокие волны. Я постараюсь это все заснять. Вот на этом месте, друзья, стояла вышка спасательная. но мега-шторм, который был, он ее просто смыл отсюда. Во, даже плиту немного сдвинул эту. Вообще бы эту плиту убрать отсюда, чтобы пляж был чистый, без всех этих плит, застроек. Так, но я хочу дойти до причала, выйти на причал, вид оттуда вам показать. Так, давайте сюда. Вот он, мыский котлома справа у нас. и вот такой пляж. Так, ветерок, нужно капюшон надевать. На набережной сейчас зимой ясное дело, что все закрыто, потому что туристы сюда зимой не приезжают, там единичные случаи бывают, конечно, но в основном сюда только летом едут. Так же, как и в Судак. Судак пустой, как ты бель, сейчас пустой без туристов Парджоникидзе не исключение, тоже пустой. В основном, если люди едут в Крым зимой, то это либо Ялта, либо Алушта, ну, либо уже Севастополь, в ту сторону. А нет, вот здесь что-то работает, музычка откуда играет. Кафе Нептун, похоже, работает. Оттуда доносится музыка. И вот это кафе Бора-Бора, они круглый год работают. Вот две кафешки тут рабочие все-таки, поэтому можно прийти покушать. А вот кафе Бора-Бора там можно на второй этаж подняться и кушать вот с таким прекрасным видом на море. У них прям шикарно там. Так, ну, мы почти дошли до причала. Посмотрите на цвет моря, каким он стал. Как раз это, люди с металлоискателем ходят, ищут монетки, либо серьги, либо ваши кольца золотые. Туристы, видите, летом купаются со своими украшениями, а море забирает их. И потом после штормов выбрасывает на берег, и вот так люди с металлоискателями ходят, ищут все это. Конечно, не знаю, что они находят, потому что ни один человек, который с металлоискателем ходит, вам не скажет, что он там нашел по-настоящему. Покажет какие-нибудь крышки там, вот пиво ржавые и все. Поэтому у них не выпытать, что они находят, к сожалению. вот, Бора-Бора кафешечка, но она шикарная, прям с таким крутым видом. Так, я хочу на причал зайти, и чтоб ноги не промочить. Сейчас дождемся, когда, ой, волна чуть утихнет. Побежали. вот такой небольшой здесь причал. И вот такой, друзья, вид. Кородак, посмотрите на море, какое же оно сегодня прекрасное. Давайте панорамный обзор вам вот так, медленно, чтоб все успели рассмотреть. Там дальше идут дикие пляжи. Один просто дикий, и следующие два пляжа уже идут нудистские в ту сторону. Так, ну, тут набережная, поселок сам уже начинается. вот такой сегодня Орджоникидзе. Так, ну, я предлагаю подняться еще вон туда чуть повыше и уже вид сверху показать вам на бухту, на эту. Ой, волна, надеюсь, не достанет до нас. Это большая волна была. Так, друзья, сейчас идем вон туда на смотровую площадку. Там, вижу, поставили какой-то стенд. Скорее всего, здесь начинается или, либо заканчивается Волошинская тропа. Сейчас пойдем поближе посмотрим. Ну, да, друзья, как я и сказал, здесь проходит большая Крымская тропа, тропа Волошина вдоль Кемерийских бухт. Ну, те бухты, которые я вам сегодня показал некоторые из них. Так, мы сейчас вот здесь. Ну, вот она ведет через гору Джан-Куторан, потом сюда, потом нам из Тихую бухту, нам из Хамелеон, потом вдоль могилы Волошина и выходит уже до завода Коктебеля. Мы, в принципе, так раньше и ходили, когда еще тут не было названия никакого. Так, ну, давайте взглянем. Вот на этом месте хотели строить гостиницу, но местные жители отстояли это местечко. Вот видите, тоже часть горы уже снесли на тот момент. Вот такая красота открывается с этого места. Загляните, друзья, какой необычный здесь рельеф. Красота! Что здесь еще сказать? Места прекрасные. Нужно будет все-таки сходить по этой тропе Волошина нам, но это уже ближе к весне, когда все позеленеет пойдем, когда еще красивее будет. Так, давайте вид керр в эту сторону, сейчас покажу вам, что здесь у нас открывается. Ну, здесь вот пляж центральный получается Ворджоникидзе, ну и сам поселок отсюда как на ладони тоже виден. Хотя подниматься сюда совсем не сложно, мы не на самую вершину горы поднимались, а вот на этот холмик, так сказать. Ну, и вот он весь поселочек перед нами. Ну, Ворджоникидзе вроде бы пляж особо не пострадал, пляж хороший, поэтому летом смело сюда можно приезжать. Потому что, как мы поняли, в Коктебеле летом будет проходить реконструкция, там будет этот шум, пыль, поэтому, ну, не знаю, кто захочет туда поехать, если вдруг планируете в Крым, то вот Арджоникидзе могу рекомендовать. Приезжайте сюда, здесь тоже вам понравится. Ну, и плюс по тропе Волошина в Коктебеле вы можете в любое время прогуляться здесь, полюбоваться этими местами. Видите, как волна уже поднялась. И вот такие виды. Так, ну, давайте еще немножко на эту сторону вам покажу, потому что здесь прям нужно любоваться этой красотой. Смотрите на этот рельеф шикарный. И вон он, мыс Хамелеон, откуда мы сегодня пришли с вами. Вот такой вид. Так, ветерок полегче. Ну, что, друзья, вот такой сегодня получился видеоролик. Надеюсь, вам было интересно посмотреть его. Очень прошу вас поддержать его большим пальцем вверх. Напишите свой комментарий и не забывайте, что я в своем телеграме публикую фото пейзажей Крыма с крымской природой. Ссылочка вот в самом первом комментарии под этим видеороликом. Спускаетесь вниз, смотрите первый комментарий от моего имени будет написан и там канал. Я вас всех очень жду. Если вам нравится Крым, если вы его любите, обязательно подписывайтесь, чтобы любоваться его красотой. Ну, а с вами был я, Александр Михаленко. Встретимся уже совсем скоро в новом видеоролике. Всем пока!